Миссионерская поездка 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 нас познать Бога. Ведь можно прожить мимо, мимо истории, мимо географии, мимо Бога, и таки никогда не почувствовать Его в своей жизни. Когда-то апостол Павел пришел в Афины и сказал по поводу его проповеди о воле Божьей. И он говорит, не ощутят ли они Бога. Но, наверное, вот та большая ценность, чтобы найти время в жизни, открыть свое естество, чтобы ощутить Бога. Если мы здесь его ощутим, то мы с ним будем всегда. И вот та самая наша задача, которая у нас есть, друзья, мы едем на миссию, там отдых, труд, недосыпание, все перемешку, адреналин, все. Но, наверное, вот то самое божественное призвание, которое у нас есть. То, что говорил апостол Павел, так хотелось бы, чтобы вот те люди, с которыми мы встретимся, мы их не знаем. Вроде бы каких-то родственных чувств нету. А вот беспокойство, которое Бог ложит в сердце, потому что Бог хотел бы, чтобы они тоже ощутили Бога. Что мы еще у нас? Наших трудов, песен, работы наши, слов наших и всего. Не ощутят ли они Бога? Просто одной строчкой. Очень рад, потому что мои старшие ребята от грин-карт пока еще не дали. Вот Илюшка получил грин-карт в 12 лет, едет. Помню свои 12 лет, когда бабушка меня взяла в миссионерскую поездку. Тогда в Мексику никто не ездил, тогда просто ездили в село, с районного центра, на базике. И она мне сказала, ты будешь там проповедовать, там 15 дедушек, то есть 15 бабушек, два дедушки после фронта остались. Вот и там я поназакладывал, мама там мне первый псалом заложила, придите ко мне все пруждающиеся, обремененная заложила, еще там что-то позакладывала. Я вот с этой проповедью с закладками еду, выпала у меня Библия. Оттуда вылетели все закладки. И я помню свою первую проповедь. Достал, ну, достал Библию и думал, что закладки есть. Господи, бабушки пропели песню, я стою, листаю, закладов нет. И я точно знаю, что я не знаю, что я листаю. Просто листаю, а что делать? Вот туда-сюда, туда-сюда дедушка встал, скажет, сынок, пусть его прочитаются. Я не помню, что я там прочитал. В общем, что-то дедушка мне втекнул, пацан, я прочитал. Вот такая была первая проповедь. Тем не менее, бабушкам понравилось. Как-то так, вот. Вдохновляю всех, а вот это должно быть изнутри. Мы должны делиться Богом, радостью, жизнью. Вот тогда, тогда не болото. Вот когда вот ничего нет, мы в болоте находимся. Когда мы не несем с собой жизнь, благодать, добрые дела, труд, вот не отдаем, ну, тогда просто катастрофа, тогда теряется смысл. Тогда мы подсаживаемся на антидепрессанты, пытаемся найти пятый укол в комнате и так дальше. Но когда мы чувствуем Бога, чувствуем Божье движение, Божью любовь в жизни. Ладно, я заканчиваю. Ребята, друзья, парни, девушки, сыновья, дочери, просто мы вас любим. И мы так хотим, чтобы вы были счастливы. У вас есть такая замечательная возможность просто посвятиться Богу, вот на тех, в тех мероприятиях. Кому-то рассказать о Боге, за кого-то помолиться, поделиться своей верой. Вот как вы понимаете Бога, как вы ощущаете Бога, что Он для вас есть в вашей жизни. Просто там или здесь где-то будет для этого хорошая возможность. Несколько другая форма жизни и все такое. Постарайтесь это сделать, и вы почувствуете Божью любовь, Божью мир, Божью теплоту. Вы почувствуете, как здорово жить, ну, не относительно школы, улицы, дома, кухни, а относительно Бога, Божьего предназначения, Божья вечность. Это здорово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллілуя Бачите щасливими діток Яких очки світяться Коли ми даємо їм цукерки і іграшки Бачите ну все І прославляти Господа І проповідувати Євангелі Оце вопрос На засипку Зачем я з собою ще 60 чоловік тягну? Скажу вам зачем Якщо я би поїхав сам би То може бути один би Грішник покаявся А коли на 60 поїдуть І кожен прикличе одного грішника До покаяння 60 людей наповнює царство Боже Аллілуя Глорія Діоз Аллілуя То 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 как я познал Бога, как я открылся Богу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаТorzok ДимаТorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Мы собираемся все время, и это обычно в нашей Миссионной Миссионной. И 500 людей из нас из-за коммуниции приходят, и они едут, и они также есть, обычно, у нас есть, и они тоже есть. Это первое в 11 лет, что мы не будем делать это, потому что мы будем работать в статусе с нашими девушками. И так, я рад, что вы делаете это, потому что мы не будем делать это. Благодарю вас очень большое к церкви и за все, что вы делаете каждый раз, когда они приходят в группу. Благодарю вам большое. Вы обладаете так много территории в Мексико, и так много городов и городов, которые получают видеть любовь Бога. Любовь в действии. Благодарю вас большое. Благодарю вас. Благодарю вас. Сегодня мы провели служение. Тут не очень далеко. Очень здорово было служение с детьми. А сейчас мы тут сделали обед для детей. Три котла, полные. Один котел, полный плов, два полные картошки. Салаты очень много сделали наши сестры. И я сейчас так подивился, около 300 людей есть. Кроме наших, еще наших 65, еще с нами в Мексиканске приехали. Я подивился, это величезная пара. И я очень счастливый, что мы можем хоть трошки принести радость для этих детей. Тут очень хорошо нас приняло директор этого орфенеджес. И я очень хорошо нас принимаю. Тут дети. Они делают очень хорошую вещь. Они берут детей, которых брошеные. На реабилітацию берут даже батьков, мамов, татей. Они очень хорошо делают праву. Сейчас у них большой проект. Они хотят построить Чорч, рядышком. И для того, чтобы тут могли собираться. Все, чтобы потом миссионерскую школу построить, чтобы обучать этих детей. И дальше направить их по Мексике, проповедовать, проповедь Евангелия. И поэтому, братья и сестры, молиться за эту справу. А мы будем делать разом с теми людьми. Эти люди приехали 19 лет назад. Відкрили тут такой дом, где могут принимать этих детей. Обездолених, нести им. Они посвятили себе. Вы знаете, я просто говорю, Боже, дякую, что ты даешь таких людей на этой земле. Что ты даешь, Господи, таких, как Дженни, Джесси и других людей. И много наших миссионеров, которые приезжают и делают эту справу. Во имя Иисуса Христа. Благословисти нас Господь. Аминь. Побитающий в сердцах, на земле, как в небесах. Будь благословен. Всюду ты, борь благой, Слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог, благой, Слава тебе, во веки слава. Слава тебе, Бог, благой, Слава тебе, во веки слава. Мы должны поехать в автобус и ехать. Дякувати Господу. Мы мали благословенный час. Прудились, общались с пасторами. Мали митинги с пасторами, епископами. В этой эре. И есть большие планы на дальше. Будем молиться Господу, чтобы Господь устроил. Чтобы мы могли еще не раз сюда приезжать и делать справу Господню. Мали митинги с пасторами, епископами. Мали митинги с пасторами, епископами. Мали митинги с пасторами, епископами. И там только было 18 людей. И мы все собирались, all the time, всегда собирались. И все знали, что мы даем. И все перед другим. Практише. И это было очень организованно. Так что, когда я приехал, я думал, wow, 60 людей. И только несколько встреч. И, you know, я думал, как это будет. И я думал, как это будет. Все, я знаю, столько много людей. И не только пару раз собирались. И я не знала, как это будет. Лучше. Великий. Здравствуйте. Мария Миранчук. И эта целая поездка мне очень-очень понравилась. Мне саме лучше понравилась, когда выходят на гору. На гору. Мои колеси три поїхали. В літо поїхали, мне просто сказали, как здорово было туда выходить. Мне просто reminded me of Иисуса, как Він на гору ходил. И мне просто так было красиво. Я хорошо помылила, благословила. Мне лучше, чтобы была наша комната, была сильно грязная, была сильно позорная. Мне очень нравится, когда чистая. Моя сумка была чистая, чтобы все были чистые. И я хочу сильно с сестрой поехать в Літо. Я уже планирую. Три веки. Меня зовут Анник Соловей. Я думаю, вещь, которая самая большая понравилась мне с этой поездки, это то, что я сам для себя нашел Бога. Я думаю, что я вырос духовно очень много на этой поездке. Так само, как я вчера говорил, группа вся послужила благословением для многих. Группа собралась одна, которую Бог собрал нас все вместе и послал на эту поездку. И мы все вместе росли друг к другу. Все вместе учились на жизненных примерах друг к другу. Разные вещи, которые встречались нашим святам по жизни. Так что я думаю, так само, как я, так само, и вы выросли духовно за эту поездку очень много. Вещь, которую бы я хотел изменить, я думаю, как сам для себя изменить тоже подготовка. Я не подготовил себя духовно, когда я сюда ехал. И из-за этого первых три дня, я думаю, знаешь, могли бы найти по-другому. Просто мне пришлось спешно найти для себя Бога перед тем, когда я мог делиться этим с людьми, знаешь. То есть, я думаю, с подготовкой. Вещь, которую бы я хотел в будущем, чтобы случилось, чтобы стать, ну, не просто, знаешь, там один развод ездить. Но стать членами вашей команды, чтобы трудиться и не быть эффективным и эффективным работой здесь. Так что, молите за меня, чтобы Бог показал, что Он хочет мне делать в жизни. На данный момент, это все в районе, я не знаю, что Бог хочет, куда Он мне хочет повезти. Так что, молите за меня. Так что, молите за меня. Спросили узнать. Такий вопрос. Кто у нас самый любвиобильный был в нашей всей поездке? Да. Чтобы именно хак давать. Вот. Меня так питали. Узнать. А ну, кто скажет? Настя! А? Настя? А ну, где Настя? А ну. Меня зовут Настя Щук. А мне подружка рассказала, что она едет на Мексику Трэп. И она рассказала мне чуть-чуть, что там рассказывали. И мне очень понравилась та идея, что на гору пойдут. И будут молиться и благословлять это. И я просто позвонила. И просто с ним немножко поговорила. Он сказал, нет, но я очень расстроилась. Ну, думаю, ничего. Будет Божья воля. И потом дальше мы говорили, говорили. И он говорит, не знаю что, но я тебя, наверное, возьму. Сейчас подожди. Я сейчас подумаю. И он так подумал, говорит, ладно, берем тебя. И потом, когда мы приехали, это у меня два сильных, которые запомнилось. Когда мы пошли на ту гору, и я просто смотрела на низ. И когда мы молились, просто смотрела и думаю, ничего себе. Почему Бог меня еще так любит. И вообще нас всех. У меня, ну, я называюсь христианка, да. И все-таки у меня тоже такие хорошие мысли иногда, или что-то такое приходит. Я думаю, вот я верующая. Еще и так нормально, да. А просто из каждого дома вот эти мысли все вот так выходят. И сколько их только там нету, да. И вот просто так еще нас любит Бог. И просто подумаешь, это престол. Ну, ну, не престол, а для ног его. Ну, да. И он может прям, прям одним махом всех нас пить, и все. Мы нас нету. Он так любит. Я просто, я не знаю, я так расплакалась, думаю, а ты меня еще любишь? А я вообще там крошинка там невидимая. И потом еще, когда мы были на служении, там одна женщина вышла наперед, чтобы принять Иисуса Христа. И она стояла, и я, ну, я с Кристиной вообще-то за нее молились, и я положила руку, и чувствую, что у нее внутри борьба идет. И она так чуть-чуть начинала трястись внутри. То я начала молиться сильнее, все сильнее, и потом обняла ее, и она как начала трястись, и уже все, знаешь, она сейчас отдастся и упадет. И она как взорвалась, и начала плакать, и потом я ее руку взяла, и она прям подымает наверх, и мне казалось, как будто целый, это, хор ангелов начал здесь. Мне так радостно стало, думаю, вау, это, я просто, мне все равно, если все будет остальное не так, все, я поехала, я рада, я больше, мне больше ничего не надо. Это мне так радует, и до сих пор я даже и радуюсь за это. И я думаю, что, надеюсь, что никогда не забуду и буду молиться за эту душу и остальные. А то, что бы я изменила, это больше подготавливаться духовно для служения, и чтобы Бог приготавливал эти сердца для принятия Слова Божия. И я бы что хотела, ну, конечно, наши планы не божие, но я бы очень хотела туда, в тот дом, где орфен, я бы хотела туда на год от Лыста ехать и побыть там с детками, но если это все у меня дома сложится, конечно. Когда она звонила, у нас были полные места, все полностью, не было места. И я ей сказал, что у нас нет места, мы ее не возьмем. И когда она мне начала просто, так знаете, рассказывать, как бы она хотела помолиться там, на той горе, я так как-то внутренне почувствовал, вот вы знаете, я просто почувствовал, что надо взять эту девчину. И я себе думаю, а что, как мы ее посадим просто на матрасе на полу? Думаю, я буду спать, другий будет спать, а сиденья займут. Я не знал, что другая машина будет, ну, как бы ехать с нами туда и обратно. И я ей сказал, да, как она пищала там в телефон, вы бы слушали меня. Я думаю, ну, что это за Настя, дай мне ее увидеть, как она родила. И я смотрю, что очень хорошо, что все-таки Бог дал, напевно, эту поездку и для Настя. Но я еще хотел бы сказать, вы знаете, я так наблюдал за людьми, наблюдал так, и я Настя. Я хотел бы поблагодарить тебе. Я смотрел на кухню. Сколько она, знаете, там мила, драгила. Смотрите, люди заходят, выходят, топчутся там, где она мыет пол и уходят дальше. Смотрите, мусор дальше. Я себе думаю, и другой бы уже взорвался. И сказал бы, да, конечно, в конце вы выйдете звезды, хотя бы, если не помогаете, то не мешайте. Я смотрелся, а она мучки на коленах, мы еду в подлогу, и все, Настя, спасибо. Потом уже прошло время, я уже не витерпил, я уже аж просерпился. Смотрелся, она уже под дверь заметает. Знаете, я говорю, так что, нет кому еще заметать дверь, что ты уже и дверь начала заметать. Настя, спасибо. Я очень рад, что все-таки ты могла поехать с нами. И то, что у тебя есть желание поехать на рюк, работать. Конечно, я тоже буду молиться за эту вещь, чтобы Бог мог дать нам возможность работать. Потому что одних сестер туда не можно отпускать. Туда нужно отпускать, чтобы это какая-то семья поехала. Вы были при семье. Ну, чтобы это было, ну, хорошо, все продумано, разумно было. С благословением церкви, батьков. Будем же поддерживать вас. Ну, самое желание поехать, я верю, что Бог утвердит. Я бы ноги поцеловал бы. Серьезно, это... Я даже не ожидал такого, что мне будет спонсор. И я бы, я не знаю, я благодарю очень сильно. И я думаю, что это была Божья воля, чтобы я это увидел. Потому что я хотел очень сильно. И я благодарю очень. Я не знаю, кто это. А, ну, вообще, я считаю дякую. Я уже была как-то. Я не знаю, кто ты, но я тебе очень сильно благодарю. Это мне очень сильно помогло и приблизило к Богу, и я очень рад, мне очень рад, как все получилось. Спасибо. У меня много друзей, но у меня никогда таких близких друзей не было. Вы стали как моя семья, и я вас всех очень люблю. Мне еще было, мне очень понравилось, когда мы были в Канфальме, и когда мы подходили людям помогать, когда бабушка подходила, она мне руку давала шатать, а я говорю, давайте я помогу посометать. И они в шоке были, что мы не помогали. They were expecting it. I wouldn't change anything, well actually, I would change everything. Да, я хотел еще раз, а longer, а стоп, а там. Ever since I was a little girl, I've always wanted to work at Yidong, and this Yidong in Mexico, I actually really want to go there when I'm 18. I want to be a nurse there and help out the kids, because I love working with kids, and that's what I wanted to do my whole life, to be in a Yidong. I think that's where I belong. Анатолий, брат Анатолий, that syrup on the door, то не мед бува, а это syrup. И девчата мали нашу комнату зайти, и мы перед тем, как ягала спать, взяли на дверку, намазали. И вы попали. Анатолий, брат Назов, это все хорошо. Извините, жидко, что он молдит вас. Кли я приехал и ехал в Мексико. Я не знал, что с этой поездкой Бог будет говорить о мне, и Он говорит. Я помню, когда я играл на мою драму, и когда люди начали прийти, там была женщина. Вы можете видеть, как Господь начинает ввести всех этих людей. И даже если я не понимал, что Сальвадор сказал, вы можете видеть, что это Господь ввести и просто Господь. Вы можете видеть, что Господь начинает ввести... все свидетельства, которые благодарили за утрешние молитвы. Потому что до этой поездки я очень переживала, как у нас все будет, как будет быть группа, и как музыканты будут играть, но мы благословенные были музыкантами. И я просто благодарю Богу, потому что каждый раз это моя вторая поездка. Я вижу, как Бог просто lead us every day. Мы не сильно были готовы, но мы молились очень много. Я постилась, мы молились, чтобы Бог просто отбивал сердца. Before the orphanage, there was this one kid, he had this hat on and everything, and these kids just kept on taking the hat off and everything. They were kind of like, you know, taking on him, because his hair was really funny. His hair was like different hair. It was like really thin and everything, but it was, and when they would take the hat off, it would be all staticky and all sticking up like all over the place. It was just really funny. And I started, you know, like he was a little bit in front of me, and I started, you know, like playing with his hair. And he looked back at me, and he had this really mad face, because he thought it was one of his friends picking on him again. And I just like looked at him, and I gave him a really big smile, and he just like started laughing and everything, and it was really good. Yeah, that was just one of the, some of the moments that really touched my heart, and I really enjoyed. It's all good. We'll be right back. We'll be right back. And we'll be right back. I'll be right back. You've got the hat on the inside. We'll be right back. We'll be right back. Субтитры подогнал «Симон»